Здравствуйте, это Укралась у Мелани Мири, и мы продолжаем наши эфиры, и я хочу напомнить, что спонсор канала «Торговая марка» Гейтман. Мы очень рады, что с нами сегодня на связи Марк Фегин, с которым, честно говоря, не видели сто лет. Марк, здравствуйте. Здравствуйте, Людмила. Да, здравствуйте. Всем зрителям приветствую тоже. Марк, ну, знаете, очень хочется, поскольку давно не виделись, как-то все события уместить в какой-то один большой такой разговор, что вряд ли, наверное, выйдет. Поэтому я решила, знаете, такую взять общую тему о том, что там на самом деле в России-то, потому что все заговорили бесконечно и у нас, и на Западе о каком-то масштабном российском наступлении. Вот сегодня буквально перед вами говорила с очень опытным военным экспертом Валентином Бодраком, который разбирал там тоже по косточкам, на что Россия способна. И он, кстати, сказал о том, что Россия для нее сейчас очень важно, это наступление, ну, практически ва-банк, да. Вот пойти в наступление, а там будет, что будет. Как он сказал, как там ВДВ иногда. Ну, вяжемся в бой, а там посмотрим, что будет. Вот не знаю, как вы рассматриваете. Действительно, для России сейчас вот задача номер один – наступление, хоть какие-то успехи, а там вот, а дальше, что там, тоже интересно, как вы это понимаете. Ну, смотрите, уровень военной оценки я, на уровень военной оценки я не претендую, я не военный эксперт, и я полагаюсь на то, что говорят ваши военные эксперты, люди, специалисты, которые в этом разбираются, там, имеют профильное образование и так далее, и так далее, и так далее. Есть публичные факты, касающиеся статичной группировки сосредоточенно-купинско-лиманского направления, армии танковой, больше 500 танков, которые там сосредоточены, и я считаю, что это не случайно. Я действительно считаю, что они готовят такое наступление. Ну, об этом говорят и официальные лица Украины, почему мне им не доверять? Равно как и логика того, что происходит, она, в общем и целом, отражает эти намерения Москвы. Вот я три недели назад, в начале марта, был в Украине, был в Часовом Яре. Сейчас, говорят, Часов Яр уже, то ли там идут внутри бои, то ли он уже взят. В тот момент Часов Яр, это было 3,5 километра, но 3-3,5 километра – это передовой. Ну, район вот этого памятника афганцам, все знают, в центре города. Вот, и Дом культуры с брельефами, которого уже нет. То есть, они, да, пока имеют локальный успех, вот Авдеевка, допустим, даже если это близко к Часову Яру, да, взяли, не взяли там, ну, это незначимые населенные пункты. А им нужно что-то большое. Что-то большое, ну, по типу Харькова, скорее так. Почему? Потому что вот тут уже я могу интерпретировать эти задачи, которые они перед собой ставят, потому что это политический уровень. Для чего? Для того, чтобы, пользуясь моментом, когда действительно есть большой разброд среди союзников Украины, это и НАТО, это и европейские страны, прежде всего Соединенные Штаты, где идут выборы, и мы видим, как складывается ситуация. Ну, мягко говоря, не блестящая. По поводу поддержки, помощи Украине, не блестящая. Вот совсем мягко скажем, да. Москва хочет воспользоваться этим моментом, то есть до ноября, потому что в ноябре все-таки возникнет определенность, даже если победит Трамп на американских выборах, все равно это будет определенность, и будет уже какой-то характер действий, который будет диктоваться вот этими новыми обстоятельствами. Там есть и крыло внутри окружения Трампа, которое придерживается совершенно антироссийской, антипутинской политики. Они, например, забрали обратно Ника Болтона, вот бывшего сайта по национальной безопасности при Трампе, он скандально уходил в свое время, сейчас он в штабе работает, ну, там масса других людей, из числа регионистов таких. Поэтому Москва размышляет, как ей поступить, и на тактическом отрезке она считает, что нужно добиться локального успеха. Для чего? Для того, чтобы понуждение Киева со стороны союзников к переговорам было неотвратимым, чтобы союзники уже утвердились во мнении, что военного продолжения для Киева быть не может, чтобы переговоры стали единственным безальтернативным способом урегулирования на условиях Москвы, на условиях Москвы. Переговоры-то возможны, переговоры всегда возможны, но на каких принципах, если на принцип международного права, о чем говорят все, кроме Москвы, ну, только у Москвы шансов нет. На основе вот этих, так называемых, геополитических реалий, красных линий и так далее, к чему апеллирует Москва, что не имеет ничего общего с международным правом, на таких условиях надо продавить. И Москва это делает. На разных уровнях, на разных, там, военном уровне, политическом, геополитическом, экономическом и так далее, она это делает. Она это продавливает. Все условия мы эти знаем. Это фактическое признание оккупации, то есть, те субъекты новые Российской Федерации, которые оккупированы были после февраля 22-го года, остаются за Москвой. Это невозможность вступления в НАТО и ЕС, демилитаризация, то есть, вывоз вооружений обратно, откуда они были поставлены в Украину. Ну, и там весь набор, там, второй государственный язык, наверняка, амнистия, там, еще много чего они такого придумают. Это мы тоже понимаем прекрасно. И опцией необходимой вот этого мира является отсутствие гарантии со стороны Москвы, что она не начнет новую военную кампанию. Вот это очень важно подчеркнуть. Если мир заключается на условиях Москвы, то есть, на условиях, ну, фактически капитуляционных для Украины, то Москва не дает никаких гарантий, что она не возобновит эту кампанию военную. Да, чего бы она ни подписывала и чего бы там Путин ни обещал. Если вот на таких условиях заключаются перемирия, там, переговоры, договоренности и так далее, это означает, что одним из негласных, он не будет прописан пунктов, будет то, что мы, в принципе, через какое-то время вправе будем снова напасть на Украину. Ну, под любым выдуманным предлогом, а выдумывать они умеют, ну, извините, если первое лицо заявляет, что это не мы напали, не мы напали на Украину, а на Украину на нас напала. Именно так он формулирует, это на нас напали, это Украина на нас напала. Ну, то есть, а почему бы им, заключив любые договоренности, не сказать, что Украина нарушила эти договоренности, и поэтому мы снова вынуждены защищать? Разве это невозможно? Возможно. Поэтому сейчас действительно такой тактический отрезок, понимая, что у Украины проблемы с дефицитом боеприпасов, недополучением новых средств военных, диверсифицированных. А где самолеты Ф-16, а где Атакамсы, а где, так сказать, другие виды вооружения, ну, там, иные средства, там, с высокой, с повышенной дальностью и так далее. Где это все? Этого ничего нет. А столько об этом говорилось, столько говорилось. По меньшей мере полтора года. По меньшей мере полтора года. Что все это вот-вот, вот-вот, вот-вот. А этого ничего нет. Более того, хуже того, приезжают советники по национальной безопасности администрации Байдена, Джек Салливан, и убеждают Киев. Ну, публично они заявили только об НПЗ, которых не надо обстреливать на территории Российской Федерации. Ну, окей, ладно. Но негласно, я думаю, шел разговор именно о переговорах. Ну, в такой атмосфере невозможно добиваться целей, задач, поставленных перед военным руководством Украины. Там, по хотя бы даже обороне той части Украины, которая контролируется Киевом. Ну, нет такой возможности, когда такая атмосфера. Это очень плохо, понимаете. Нет единства, нет последовательности, нет целеполагания верного, да. А целеполагание это что? Вот в начале войны было спасти Украину как таковую. За три дня ее не удалось. Значит, начались первые успехи. Хотя бы уже потому, что был выдержан первый натиск в 22-м году. Разговор пошел, а будем поддерживать Украину до победы. То есть, до выхода к границам 91-го года. Сейчас уже не дать Украине проиграть. Понимаете? И пошло-поехало. И дальше уже сейчас уже примириться на любых условиях. Это не проговариваются публично, мы-то это понимаем. Есть крепкая группа внутри администрации Байдена. Это Джейк Салливан, это Байден, это, извините, Бёрнс, глава ЦРУ. Есть некий Кэмпбелл. Вновь назначенное лицо Курт Кэмпбелл, который зам госсекретаря. Это мистер Нуланд или нет? Похоже, что да. Он не так давно назначен. Вот он является участником этой группы антиукраинской. Я ее так назвал. Который выступает за резоны, типа переговоров и всего остального. Ну, слушайте, в такой обстановке, в такой ситуации, как бы очень сложно, извините, не то, что контрнаступательные действия предпринимать со стороны ВСУ. Но и оборонять то, что имеется, понимаете, это проблемная история. Проблемная история. Я сейчас говорю о политическом уровне, не военном. Повторяю, я как военный эксперт-невогонственник. Может быть, достаточно силы у ВСУ, чтобы не позволить взять Харьков? Это военный вопрос. Я сейчас говорю о политическом уровне. Это совершенно другое. Ну, это связано, конечно, прямую. Военно-военно-политический уровень. Но это все-таки, понимаете, вы на фронте можете иметь успех, а политические ситуации складываются против вас. Представляете, какой парадокс может быть? То есть, казалось бы, Украина уже два с лишним года выдерживает этот натиск, эту агрессию. А политическая ситуация такая, что вот она завтра проиграет, понимаете? Это создается искусственно. Это суммы медиа, публикации, мнения экспертов. Это позиции эстеблишмента, некоторых глав государств, рыхлая позиция союзников. Вот из этого складывается такое впечатление, что ну вот завтра Киев возьмут, понимаете? Это то, что Россия сейчас играет, я правильно говорю? Да, играет именно в это, что ну все, 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 проиграли, все, конец всему. Но она бы не могла в это играть, если бы это не подхватывалось на Западе. Если бы на Западе сказали, слышь, вот там балалайка, успокойся, то вот так бы не было. А когда на Западе тоже начинают резонерские, что вот давайте-ка, вот мы скажем, конечно, пора уже, пора. Естественно, вы тогда не сможете защитить даже то, что имеете, понимаете? Поэтому, да, атмосфера неблагоприятная. Она такой точно продлится до ноября этого года, до выборов в США. И если выборы в США поставят точку в этом, ну, в конце концов, даже победы одного или другого, каждый может в течение четырех лет уже действовать более свободно, да? Ну, исходя из своей стратегии, которой он будет держаться. Трамп, Трамп, Байден, Байден. Даже Байден улучшится. Потому что он позволит себе на второй каденции, когда ему больше никуда никогда не выбираться, уже не думая ни о чем действовать более твердо. Ну, там проблемы с его возрастом, и вообще говоря, он выглядит так себе. Сильно так себе. Я вообще с трудом представляю, как он дебаты выдержит с Трампом. Но это как бы вопрос такой, знаете. Кто-то так оценит, кто-то эдак. Но факт остается фактом. Поэтому, с моей точки зрения, в этой ситуации, да, для Украины сейчас важно. Защитить то, что имеется. Выдержать этот натиск. Приготовиться к этому наступлению. Возможно, это Харьков. Но это виднее военному руководству. Я не эксперт, не специалист в этом смысле. Где они сосредотачивают силы. Сейчас современные средства разведки, по-моему, позволяют точно определить направление удара. Где концентрация войск, где опасность. Продолжать давить на союзников. Чтобы они, поставляя в кратно большем количестве средств, позволяющие, как минимум, обеспечить оборону. Харькова или других населенных пунктов Украины. Которые могут стать острее мотаки. Ну, и выдержать несколько месяцев. Потому, что, да, летние месяцы будут тяжелые. Конец весны и лета будет сопровождаться именно этим. Чтобы фон для выборов США был именно таким. Ну, вот мы взяли Харьков. Все, сдавайтесь. Давайте начинать переговоры. Понимаете, что Москва будет добиваться. Поэтому, да, для Киева задача сохранить, выдержать это наступление. 23-й год имелись надежды, были надежды на успех контрнаступления Украинского. Теперь надо ждать наступления российского для того, чтобы увидеть финальный результат. Ну, промежуточный. Не важно. То есть, это сейчас вот такая ситуация. Марк, ну вот, если честно отмотать, там, эти два года большой войны, то вот я даже за вами записывала, да, какая сейчас ситуация. Нет единства, нет целеполагания, дальше и дальше. Но стоит вспомнить, что она была всегда такой. И ни разу не была другой. Вот даже накануне большого наступления в 23-м году, да, ведь нам тоже обещали то, что обещали, и по большому счету и не дали большей части. Что было пристанно ими же самими. То есть, по большому счету, ситуация никогда не была простой и легкой. Но я хочу вот о другом сейчас. Вы же, учитывая то, что я сейчас вспомнила, вы же в последнее время очень много ездили, да? И очень интересно, как ваши ощущения. Не кажется ли вам, что во всей этой конфигурации мы привыкли говорить об Америке как фесты, да, во всей этой истории, как первой. Но мы видим, как Европа начинает раскачегариваться. Не знаю, было ли у вас ощущение, когда вот в саммите, вот там, в Европе, что вы почувствовали. Но создается такое впечатление, даже по заявлениям, что Европа начинает как-то раскачегариваться. То есть, раскручиваться. Понятно, что медленно. Но вот если она раскрутится, то тогда, наверное, уже это проблема. Это почему я об этом спрашиваю? Потому что вы же говорите, что вот для Путина сейчас очень важно здесь и сейчас. В этом смысле является ли подготовка своеобразной Европы к войне тоже таким фактором, который заставляет Путина действовать здесь и сейчас и чуть ли не идти ва-банк, имея, может быть, не до конца подготовленную армию, не до конца необходимую для него технику, просто пойти ва-банк и посмотреть, что из этого выйдет. Не знаю, как вы это оцените. Ну, во-первых, Европа, прежде всего Франция, о которой мы говорим, выступающая с инициативой ввода ограниченного контингента на территории Украины президента Макрона, его инициатива, его план, это же тоже последствия того, что происходит в США. Понимаете? Он бы этого ничего не делал, если бы не было перспективы прихода Трампа, который открыто в Каролине в ходе предвыборного кампании заявляет о том, что нет, абсолютно нет, мы не будем Европу защищать, если она не будет платить. Ну, такая постановка в условиях войны, как, это же не бизнес. Это же вообще про другое, понимаете? Ну, не говоря уже о других вещах. Это последствия вот этого страха перед остаться в одиночестве Европе, перед угрозой вот такого развития событий, что эта атака Москвы может, вообще говоря, пойти дальше, дальше Украины. Она может пойти там в страны Балтии, в Польшу, Молдову, Финляндию, не знаю, еще куда-то, ну, то есть никто не знает, где случится провокация, где будет удар. Поэтому с этой точки зрения, это последствия именно вот этого отсутствия Америка Ферст. Раньше, когда была Америка Ферст, уже было ясно, понятно, они свои обязательства одерживают. И тут вдруг тебе говорят, нет, а мы обязательства одерживать не будем. Выполнять их не будем. Ну, как вы же, как вы, а как вы себе это представляете? Ну, так и все. Не будем еще. Ну, если такой руководитель придет в овальный кабинет Белого дома, нужно что-то делать сейчас. Поздно будет делать в ноябре. Подождите, Марк, но вот тут хочется сказать, что ведь руководитель новый еще не пришел в овальный кабинет. А обязательства не выполняются уже здесь и сейчас. Это ребята тоже учесть, правда ли? Правильно. Правильно. Так, а это смысл... Вот говорят, ой, Трамп, это, говорит, предвыборная риторика. Это неважно. Он так делать не будет. Вы понимаете, что на таком уровне, когда заявления делаются, они создают политическую ситуацию, которая влияет на все аспекты уже прямо сейчас. Не когда он в ноябре придет к власти в Америке, а уже сейчас. Опромечиваясь слов, опромечиваясь обещания, она создает политическую ситуацию уже прямо сейчас. Даже на прошлое влияет. Понимаете? То есть, получается, что если даже эти ожидания не оправдаются, и Трамп поведет совершенно иную политику, в чем я, кстати, думаю, есть основания так считать, то то, что он делает в ходе предвыборной кампании, еще, наверное, много чего сделает. Потому что дебаты еще предстоят летом. Представляете, да? Какие будут дебаты? Это само по себе может создать угрозу и самой Украине, и европейским странам. Они начинают суетиться, бегать, что-то делать. В суете далеко не всегда принимается правильное решение. А я вам скажу, какой выход здесь есть. Да, самое желательное, это втянуть Европу в войну. Давайте говорить прямо. Втянуть ее в войну, которая уже идет в Украину. Потому что это война про них. Это война с Европой. Марк, на каком уровне? А вот контингенты, если эти появятся, ведь Макрон же поддержали Голландия, ну, Нидерланды, страны Балтии. Вот все эти контингенты, суммарно, они и должны появиться в Украине. Не на передовой. Совершенно не обязательно на передовой. Мы же понимаем, что это символический акт. Это символический акт демонстрации того, что вот Украина и будет тем редутом, тем бастионом, отделяющим Европу от агрессивной варварской Москвы. Путинской Москвы, естественно. Ну, там, цилитарный режим, можно какие угодно употреблять. Воевать мы будем не в Париже, не в Берлине, не даже там в Клайпиде или в Вильнюсе. Мы будем воевать с вами на территории Украины. Поэтому вы остановитесь в Украине. Мы не позволим вам скушать Украину, потому что мы знаем, что вы точно дальше пойдете. Но так для этого, да, надо форсировать процесс направления этих контингентов на территорию Украины, создание соответствующей зоны безопасности там. И это будет обоснование их присутствия на территорию Украины. Зона безопасности нужна. Она на Европе даже, не только Украине. Украина, западная Украина там, или Одесса, я не знаю где. Но нужно закрыть это полноценными самолетами и средствами ПВО, которыми обладают европейские армии. Потому что, в противном случае, получается ерунда какая-то. Значит, возьмут Харьков. Ой, нельзя, потому что, если что. Потом Одессу возьмут, да, потом Штобычу возьмут. А там, где будут стоять европейские армии, точно не возьмут. Как минимум. И задумаются, а какая перспектива у этого всего. Втянуться в большую войну. Ну, Москва, если хочет этой большой войны, то надо не отворачивать от неё, значит, штурвальчик, а двигаться прямо на неё, на эту войну. И тогда, тогда у Москвы могут не выдержать нервы, она спокойно отступится от своих самых агрессивных ландов. Да, это будут потери, но это не будут потери в тех масштабах, которые грозят уступки соблазниться тем, чтобы задобрить агрессор. Тогда будут уступки дикие. А говорят, а какие это уступки? А вот такие это уступки. В декабре 21-го года Путин предложил свой меморандум. Два договора у него. Договор с Вашингтоном, соглашение с НАТО. Там же всё прописано. Да, да. А как они себе представляют уступки? Они говорят, уступки это вот просто вот он в часть Украины съест, а дальше не пойдёт. Ну, погодите, а меморандум Путина, он для чего его выкатил? Ну, это так, это мы там поговорили, отказались и всё. Так он этого хочет. Чего хочет Путин? Так того, что он сам же и продекларировал, того, что он сам ему предложил. Отвести, демилитаризировать границу НАТО фактически к линии мая 97-го года. То есть, половину стран НАТО просто демилитаризовать. То есть, отдать их просто на съедение. Представляете? А какие у него ещё планы? Вот мне риторический вопрос. Вот такие у него планы. Поэтому разговоры про то, что мы тут не понимаем, мы тут он вменяемый, там договориться можно. Давайте у нас с вами двадцатки пригласим. Да, кстати, Бразилия очень хочет это сделать. Да что, Бразилия и другие уже высказывают. И эти не против, и те не против. Но погодите, так, ну хорошо, вы хотите с ним переговорить, вы хотите его вызвать. Он не поедет, кстати, в Бразилию, он не дурак. Он понимает, что его там могут избить самолётик. Всё бывает, жизнь сложная штука. Ну вот, он не дурак. Но, если уже разговоры говорят они, запахи говорят. Понимаете? Ну, а почему нет? как бы, да, вот. Но, понимаете, если вы выходите на переговоры, вы должны чётко обозначить, о чём вы собираетесь говорить. А я не вижу, и никто не видит этого обозначения. Давайте просто с чистого листа говорить. Ну, такое уже было и никогда не приводило к результату. Нет, вы должны поставить чёткие, ясные условия, исходя из которых такие переговоры в принципе могут начаться. Как минимум, а мы на какой базе договариваемся? Красных линий, геополитических реалий, международного права. Это установлено или нет? Если на основании норм международного права разговаривать, это одно, но Москва к этому не готова. А если не готова, надо чётко обозначить, или мы ведём переговоры, или мы воюем. Одно из двух, третьего не дано. Москва же говорит, нет, отдайте нам Украину, сдайте её, а мы дальше не пойдём. Это же так же, что это предложение? Мы её съедаем, и дальше мы точно не пойдём. Ну вот, не пойдём ещё. Ну ладно, так и быть, Западная Украина может прицепить к Польше. Ну так же они говорят. На что им отвечают? Ну так же нельзя, это же противоречит международное право. Но вы же сами, сами, если отрицаете базой этих переговоров международное право, сами предлагаете разговаривать с агрессором на языке его интересов, геополитических реалий, как они это обозначают. И тогда он вообще может говорить, да давайте карту поделим, как он говорит, Ялтинский мир, вот это вам, это нам, это вам. Зачем тогда вся эта международная система безопасности? Зачем тогда эта система международного права? Зачем вы всё это придумали? Зачем это ООН, организация филателистов? Понимаете? Ну это же, ну тогда вообще всё это теряет вообще всякие смыслы. Или вы исходите из базовых этих принципов и норм. Либо вы их отрицаете, но тогда, если вы их отрицаете, вообще непонятно, зачем это всё. Потому что тогда Путин может требовать всего. Потому что это всё геополитические реалии, мир изменился, давайте мы возвращаем, реваншируем, значит, всё, чем владел в Восточном блоке Советский Союз. Марк, а давайте вот к тому, что вы сейчас говорите, добавим вот эту встречу. G20, это же интересно, да? Вот смотрите, туда должны съехаться лидеры разных стран. И туда, наверное, давайте себе представим, приезжает Путин. И вот теперь мне интересно, он легитимен или нет после всего, что случилось, после всех этих выборов на оккупированной территории. Ну, допустим, вынесем за скобки то, что в России творится. Ну, а выборы на оккупированных территориях. И вот мне очень интересно, как это вообще может происходить. То есть, если с ним за один стол садятся все остальные лидеры большой двадцатки, то всё нормально, то значит он, то всё отлично. Это к вопросу о том, о чём вы говорили. На какой базе договариваемся, правда ведь? Да. Ну, во-первых, во-первых, мы такое видели после 2014 года. Путин после 2014 года много с кем встречался. Даже с президентом Байденом. Напомню, в 2021 году в Женеве 16 июня. Ну, и не только с ним. Я уж не говорю про Макрон, а всех остальных. Хотя выборы, извините, на территории Крыма тоже были. И такие и сяки о 18-м году аж были выборы президента. Резонно? Резонно. Далее пойдём. Но после этого не было выборов президента России. Нет, почему? В 18-м году были выборы президента Российской Федерации. А, правильно. Точно. 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 Да. Собчак был конкурент. Мощнейший конкурент Собчак. Почти выиграла. Почти. Вот. Значит, ну и что? Так и тут. Вот помните дискуссия, которая была? Признают итоги выборов? Не признают. Меня постоянно пытали на этот счёт. Я говорил. А я встречался тут много с кем. Миди встречался в Франции тут вместе с Гудковыми, Гуриевым и рядом ещё людей. Советника Макрона встречались. И этот вопрос задавали. А вы как собираетесь реагировать? И нам говорили, что есть три вида реакции. Ну, я их так интерпретирую в словах. Не признавать, признавать и промолчать. Какой выбрали? Третий. Промолчали. А сразу после, заметьте, 17 марта, когда он объявил себе 87,5 или сколько там у него, проходит теракт. 22 марта. Крокус сити ходит. Телеграмма Соболезна имя президента Путина. В том числе, Метфранц писал. И другие. Ну, как же, не признание, если вы обращаетесь к главе государства именуя его так, как он именует себя сам. Ну, он мог назвать себя великим кормчем или ещё чем-нибудь, но это уже кому нравится, но, в принципе, вы исходите из его статуса, который имеет международный уровень признания. только погодите, уже его де-факто признают. Как они будут с военным преступником, который разыскивает суд, МУС? Ну, так и будут. Циничный реал политик. Так и будут. Они же так и говорили. Мы не можем его не признавать, потому что, а с кем мы тогда будем вести переговоры об окончании войны? Вот так это звучало в наших переговорах. С кем? Если он, единственное, всё решает. Ну, вот мы его не признали. И что? С вами? Ну, говорит, давайте с вами будем вести. А вы можете разве прекратить войну? Нет. Ну, начнем. Поэтому и Госдеп, если вы помните, сразу по окончании 17 марта и так называемых выборов, естественно, и вообще никаких выборов в России нет, Госдеп, напомню вам, он выступил против на саммите семёрки глав МИДов финального коммунике заявления о том, что не признавать выборы в России. И оно не было принято. Это говорит о чём? О том, что по существу де-факто признание состоялось. Де-факто. Де-юре нет. Де-факто да. А, это же зыбкая вещь. Де-факто, де-юре. Ну, да. Марк, вот теперь вопрос о том, что в России сейчас происходит. Потому что вы же очень хорошо сказали, не важно, что происходит в действительности, важно, как это выглядит. И в этом смысле Путин пытается показать, что настолько всё у него стабильно, великолепно и замечательно, чтобы все по всему миру это цитировали. Но иногда, если так глубже покопаться, то создаётся впечатление, что не всё так гладко. Если внимательно почитать там, да, какие-то новости, которые там в России происходят, если начать с очень простых вещей, да, даже начать с этого теракта, который почему-то произошёл, и после выборов вот тоже вряд ли это говорит о стабильности. И тут встаёт вопрос, что продавал всё время Путин россиянам? Стабильность. Вот везде шторма, а у нас стабильность. И там вот, в принципе, вы живёте там как бы нормально, не голодаете, всё замечательно. Но сейчас же он уже это продать не может. Он выбрал войну и заявил об этом после выборов. Это нестабильность. Возникают теракты, это тоже нестабильность. Возникает мобилизация, что бы там ни говорили, это тоже нестабильность. Возникает перераспределение собственности, о которой очень много говорят, и она, я так понимаю, тоже непростая, с убийствами и так далее. То есть, и вот то, что Путин все эти годы продавал, как стабильность, я не знаю, насколько сейчас это можно продавать, и как долго это будет иметь значение. Вот этот переход, да, очень интересно, как вы это понимаете. Ну, во-первых, стабильность предлагалась в условиях, и это рефреном шло через всю политику Путина на протяжении почти четверти века до войны, в условиях, когда всё-таки с обществом нужен был какой-то консенсус. В условиях тоталитарной системы, она сдрифовала именно туда, нынешняя Путин система, конечно же, тоталитарная, но там отдельно лакуны остаются, но в принципе это тоталитарная система. Не законченная, но тоталитарная, безусловно. Вот тут уже с обществом договариваться не надо. Общество держится в повиновении страхом, репрессиями, всеми остальными инструментами, и что там думают люди, честно говоря, вообще мало волнует. Они страха будут поддерживать, даже если друг друга заставят есть прям, вот с живьём начнут резать на улицах и есть. Вот. Это первое. То есть сейчас ситуация изменилась, и вот вся эта нестабильность, ну, а какая-то стабильность в условиях войны, в условиях санкций, в условиях теракта, в условиях всего остального, мы понимаем, что это нельзя назвать нормальной, а это абнормальная жизнь общества. Но обществу нет возможности против этого выступить, обществу нет возможности повлиять на изменения политики, чтобы ситуацию как-то перевернуть. Понимаете? А где, какие у него рычаги для этого? Их нет. Их нет вообще. Никаких. Поэтому нужно понимать, что вот эти все факторы, которых вы говорите, несмотря даже на то, что они там, даже при распределении собственности, это более мелкие факторы и так далее, они вместе не складываются. Почему? Потому что нет некого политического объединяющего стержня все эти события. А как это все суммировать, как это возмущение реализовать? Неважно, на улице или через табаке. Как? Вот Пригожин был таким фактором совсем уж нестабильности, да? Который мог получить некое продолжение, если бы это было всеохватно и если бы оно дошло до конца, до своего финала, хотя бы промежуточно. Ну, условно, они доехали до Садового кольца, там бои начались, там, кады, неважно. Это уже хаос. И он как раз способствовал выражению этого. Нам надоела война, нам надоело вот это вот все и так далее. Чем кончилось, мы видели. И система после этого сильно укрепилась. Сильно укрепилась. Вот на внутреннем контуре сильно укрепилась. Смотрите, значит, врагами уже не ИГИЛ считает, ну, ладно, Украина и Запад понятно, но и внутреннего врага, который это поддерживает. Пацифизм, либерализм, антипутинщина. То есть, он на них направляет ударство. Террористов не называет. Вот Александра Скобова сейчас только что в Санкт-Петербурге арестовали видного публициста, диссидента, смелого человека, который иноагент, весь набор, но он оставался под 80 лет, ну, 75, я не знаю, сколько. По статье 205 терроризм, оправдание терроризма, понимаете? Вот теперь такие террористы-то. Не вот эти вот шабабы с автоматами, а диссиденты, понимаете, старички, либералы, за права человека, которые... Поэтому, естественно, конечно, Путину удалось сжать в тиски это всё. Как часто бывает, сжатые тиски, они не позволяют выполнять обычные силовые функции, потому что мы видели, что было с терактом, это смех и грех. Если только они сами его не организовали, я всегда оставляю это. Я не утверждаю, но оставляю это как более обоснованной версии, чем любые выдуманные ими про украинский след. Ну, то есть, вот они могут час ехать на место совершения теракта, о котором... о месте и об адресате предупредили за две недели. Ну, и что? Это что? Это как? Ну, ещё раз повторяю, может быть, они вообще сами инспирировали это всё. Ну, это такое, надо ещё подтверждение какие-то, хотя уже немало всего, да? Уже немало всего. Поэтому, на самом деле, система вошла в такое состояние, в котором, в принципе, вот все вот эти отдельно взятые возмущения или какие-то протесты, там, вот опять же, матери, ой, жёны этих мобилизованных что-то хотят, эти хотят, те хотят, они ни во что не складываются, они не суммируются, они не превращаются и не конвертируются во что-то более существенное. Понимаете? И с этой точки зрения, да, конечно, система сейчас, она очень крепка. Во внешнем контуре она крепка. Внутри она трухлява, я согласен. Внутри она, конечно, никакая. Она держится только на Путине. Вы вытащите Путина из этого, и всё осыпется. Вот он умрёт и всё осыпется. Это мы понимаем. Но при его наличии, цементирующем факторе, неком арбитре внутри системы, она работает? Она работает. Я не говорю об её незыблемости. Нет. Такие системы как раз подвержены резким, неожиданным, так сказать, воздействиям, которые приводят к их обрушению. Мы это видели, Союз так обрушился. Уж казалось бы, уж не сопоставлено с тем, что есть. Махина-то была. А вот падишты. Ну, там другие, может быть, параллельные причины, схожие, но были. Идеологическая банкротность, там много чего было. Распределительная экономика была. Сейчас же она не такая. Сейчас есть элементы рыночной, самостоятельного хозяйствования. Это устойчивость системе придаёт. И так далее. Поэтому, в общем и целом, я бы сказал, ждать на коротком треке, на коротком отрезке вот этих факторов нестабильности, которые повлияют на жизнеспособность системы, в общем, не стоит. Марк, тогда следующий вопрос. Вот очевидно, что уже сложилась какая-то ситуация в России, да? Понятно. С другой стороны, есть сейчас оппозиция российская, которая в разных местах, она действует по-разному, по-разному очень многие процессы видит. Но вы же очень хорошо сказали, что стоит вынуть Путина, и система уже будет колебаться. Насколько сейчас российская оппозиция, пройдя все эти несостыковки, связанные с так называемыми выборами в России, насколько она вообще готова что-то предложить российскому обществу? Ну, какую-то альтернативу, черт возьми, когда Путина, если вдруг Путина выдернуть, то что-то же нужно предложить. Я не знаю, насколько сейчас это возможно, но тем не менее, ну, как бы через Ютуб, через другие социальные сети можно работать, и в России это смотрят, и в России это, ну, пытаются понимать. Я не знаю, насколько сейчас возможно работать с этим все. Смотрите, это предложение, оно ничем не подкреплено. Оно всегда существовало. Некая альтернатива всегда существует, она всегда есть. Эта альтернатива все обратное тому, что делает Путин. Это же и так понятно. Война, значит, не война, антивойна. Тоталитаризм, демократия, узурпация власти, наоборот, ее рассредоточение, свободные выборы против переназначения себя и своей династии и так далее. Все это понятно. Здесь выдумать ничего нельзя, понимаете? Если считать альтернативой некий промежуточный вариант, есть такие внутри оппозиции, есть, которые говорят, а мы вот не впадаем в проукраинство. Это они так называют лиц из российской политической оппозиции, которые не принимают этой политики ни в каком виде. Мы вот за наших мальчиков. Нет, они против войны и даже против Путина. Но вот не надо мезопатрией заниматься и вот впадать настолько в поддержку Украины. Да-да-да. Там есть такие либертариаловцы. Ну, я думаю, там и Кремль присутствует в этом во всем. Но, тем не менее, и подобные же им, которые говорят, что наш приоритет это вот российское общество. Они и себя, и других обманывают. Обманывают. Потому что российское общество вот то, что вы говорили, есть ли получатель, реципиент всей этой информации. Его нет. надо честно признать, что гражданского общества как субъекта в России нет. Есть население. Оно разрушено, конечно, усилиями власти, конечно. Естественно, государство раздавило его полностью и целиком. Там нет ничего, что было бы помимо государства существовало внутри России. За ее пределами есть. За ее пределами воспроизведены очень слабые, очень хлипкие структуры этого гражданского общества. Они есть. Внутри России нет. получателя вот этого рецепиента всей этой позитивной программы его нет. Потому, что это коллективный должен быть субъект, а не какие-то отдельные люди. Люди есть, они сочувствуют, они пишут, мы с ними общаемся. А коллективного субъекта нет. Кто это может подхватить? И поэтому возникают вот эти фантомы Надеждин, Девенко, какие-то, понимаете? То есть, очень легко повестись на какие-то муляжи, которые власть сама создаёт и говорит, а вот они против войны. Понимаете? Или там что-нибудь в этом роде. Муляжи. И очень власть маневрирует шикарно вот в этих вопросах. Она может создавать эти ложные цели, которые, за которые хватается эта российская оппозиция, чтобы, а вот мы тут на выборах что-то сделаем. Да ничего вы не сделаете. Никогда не сделаете. А потом, когда обсерд происходит, они начинают оправдываться. Говорят, нет, мы добились феноменального успеха. Это одно уже свидетельство о полном банкротстве. А что в таких условиях возможно? А в таких условиях возможны какие-то радикальные смелые варианты, которые, конечно, связаны именно с войной в Украине. И без Украины их реализовать невозможно. Как в частности русские отряды, русские добровольцы, русские подразделения, соединения, которые есть на территории Украины, а где они ещё могут быть? Ни одна же страна не согласится иметь вооружённую оппозицию российскую. Вооружённые отряды, которые могут заходить на территорию России. А кто это? Кто? Латвия, Литва, Финляндия? Кто? Турция? Кто это может сделать? Это наивно рассуждать, что без Украины можно обойтись. Как вы без Украины обойдёте? Как? Вы на шарах на воздушных спуститесь в Калининградскую область? Ну, вот просто неинтересно. То есть, эти люди, они отрицают любой силовой способ изменения ситуации. Воздействие на власть как центральный вопрос политической жизни. Не вот это вот, давайте, как здорово все мы собрались, а реально воздействовать на власть, реально пытаться изменить политическую власть в России. Это можно сделать только силовым путём. Ну, можно, конечно, продолжать питать иллюзии, рассуждать о чём-то, но факт остаётся факт. Нравится, не нравится, но это так. И в этой ситуации, да, надежд на какой-то прекрасную Россию будущего, когда даже её, этого адепта прекрасной России будущего просто взяли и убили в тюрьме. Понимаете? Говорить не приходится. А вот структуры военные, они слабы ещё пока. Они ещё политически не оформлены. Они как раз вот этого плана большого, они ещё не могут предложить, потому что планов несколько. Я не очень верю в план дойти до Москвы и там посадить на кол Путина. Я не верю в этот план. Даже в военном отряде. Внутри системы общественной, социальной, государственной и так далее создан крепкий кластер поддержки Путина и числа там зомбированных, устрашённых, ну, населения, которое поддержит реваншизм, войну и убийство украинцев, всё на свете. За них не надо бороться. Вот моя идея. Не надо за них бороться. Не надо их перековывать, перепрошивать. Если получится, можно заставить. Просто киянкой. А лучше всего выбрать какую-то решаемую цель. Раз есть возможность заходить на территорию России и удерживать какие-то её куски, значит, создать какую-то отдельную Россию. Другую. Не ту, которая там. При развале, а развал неизбежен в случае поражения в войне, в случае смерти Путина, там много факторов через запятую, как раз эти военные отряды и смогут оторвать какой-то кусок здоровой европейской России и создать там другую Россию, новую Россию, Россию европейскую, которая будет совершенно антипутинская, антирашистская, антивоенная против войны с Украиной, не реваншистская, не имперская, а нормальная Россия, куда 15-20%, если они реально есть в России, могут переместиться и жить нормальной жизнью. Кто-то скажет, ну, это фантомные планы, какие-то там фантазии ваши, этого невозможно. Да, а когда развал Советский Союз, разве не так произошло с Украиной? Разве не славянское христианское государство православное возникло и путем нацбилдинга все-таки выстроилось некую субъектность? А почему такое невозможно с другими? Ну, как бы, вот, вроде как. Есть большая Россия, малая Россия, а какая разница? А какая разница? Поэтому я глубоко убежден, что перспективен план русского Тайваня создания, даже после развала всего, даже после развала России, там, на автономии, на национальной автономии, какого-то куска земли, возможно, он будет на западе, это северо-запад, это центральные черноземные районы, это Белгородская или область, или какая-то, на юге что-то, где Россия возникнет другая, Россия, которая будет свободна от всех вот этих напастей в виде имперского владычества, миродержавия, реваншизма, и всего остального. То есть, избавление не путем перепрошивки и переконвертации идеологической, да, все, отказываемся от имперских намерений, нет, кусок России, который станет нормальным, где будут нормальные выборы, нормальная жизнь, нормальное европейское устройство, свои проблемы, конечно же, свои беды, свои хлопоты, но это будет вообще другое, в каком-то смысле это будет напоминать Украину, в каком-то, ну, очень там, тоже как нацбилдинг свой какой-то возникнет, какая-то концепция своя возникает, но в чем-то будет очень другим, потому что невозможно повторить опыт с историей одной или другой и так далее, нации одной или другой, ну, вот это более реальный план на сегодня, я подчеркиваю, на сегодня, а вот эти масштабные мы тут от Белгорода до Владивостока захватим все, пройдем рейдом и так далее, кто пройдет, куда пройдет, где эти силы, где эти возможности, поэтому, вот, мне кажется, этот план более дееспособный, нежели то, что предлагается, говорится, обсуждается на бесконечных этих политических мероприятиях, организуемых оппозицией в миграции. Марк, спасибо огромное, спасибо, что были сегодня. Не за что, всем всего доброго, до свидания. До свидания. Марк Фегин был сегодня с нами на связи, за что мы вам страшно благодарны, и, конечно, признательно вам, наши спонсоры на платформе Патреон, оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин